Добрый вечер! Вы смотрите ОРТ, программа новости дня, в студии Михаил Карин. Партнер программы – компания «Суперстрой». Все для строительства и ремонта. Цемент от лучших заводов и изготовителей. Металлопрокат, сотовый поликарбонат, сухие смеси, кирпичи и многое другое. «Суперстрой». Доверяй качеству. Телефон 66-45-45. Смотрите сегодня в выпуске. Что ждет Новотроицк? Денис Паслер работает на востоке региона. Похищен канализационный коллектор. В Орске расследует необычное уголовное дело. Больше века на службе Родины. Сегодня в России отмечается День пограничника. Улица Уральская закрыта на месяц. Что будет с одной из самых проблемных дорог Оренбурга. И снова победа. Оренбургские теннисисты – серебряные призеры чемпионата России. Начнем выпуск с новостей востока Оренбуржья. Денис Паслер знакомится с территорией опережающего развития. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатор области с рабочим визитом находится в Новотроицке. Он уже побывал на стройплощадке содового завода. Новые предприятия будут выпускать соду, гипс и известь. Также глава региона осмотрел городообразующее предприятие «Уральская сталь». Что ждет Новотроицк в ближайшем будущем, подробнее расскажет моя коллега Анастасия Синченкова. Рабочий визит Дениса Паслера начинается на Новотроицком содовом заводе. Это новое предприятие для города. Пока находится на стадии строительства. Оборудование все куплено. С июня месяца начинает поступать оборудование. К сожалению, 70% оборудования импортного в России не производится. После введения завода в эксплуатацию в городе появится порядка 250 новых рабочих мест. Это поможет снизить зависимость монотерритории от градообразующего предприятия «Уральская сталь» – вторая точка экскурсии. «Уральская сталь, а то есть крупнейших предприятий России в области черной металлургии. Мощность рассчитана на производство более 4 миллионов тонн стали в год. Продукция уходит и на экспорт. Страны СНГ, Европа, Дальний Восток, в том числе Япония и Вьетнам». Завод входит в восьмерку крупнейших производителей стали в России. Продукция новотроицкого предприятия использовалась при возведении олимпийских объектов в Сочи, строительство стадионов, чемпионата мира по футболу, третий всех жителей города – сотрудники «Уральской стали». Важно, чтобы это предприятие работало, развивалось, у него был понятный инвестиционный план, ну и, конечно, предприятие развивалось, ну и люди видели будущее, перспективу. Ну а мы могли надеяться, как и в предыдущие годы, на весомый вклад в развитие экономики, ну и, конечно же, в бюджетную составляющую. Областное правительство, администрация Новотроицка и «Металл Инвест» заключают трехстороннее соглашение. В 2019 году компания направит 372 миллиона рублей на благоустройство Новотроицка. Состояние объектов социальной инфраструктуры лично оценивает Денис Паслер. Кинотеатр «Экран» – его собственник объявлен банкротом. Само здание давно оветшало. Давайте подавайте суд, давайте будем пытаться изымать, ну или что, надо приводить, порядок, площадь. Например, это фонтан был раньше? Да, здесь был фонтан, и вот если посмотреть на ту сторону дороги, там у нас сквер вечно живым. Позор. Денис Паслер отмечает, необходимо принять радикальные меры не только в улучшении облика города, но и привлечении новых инвесторов, обеспечение бизнеса земельными участками, проработка их инфраструктуры. Об этих проблемах идет речь уже на заседании в местной администрации. Анастасия Сенченкова, Семен Воробьев, Новости дня. Похищен канализационный коллектор. В Орске расследуют необычное уголовное дело. Злоумышленники несколько лет выкапывали металлические трубы и ради этого уничтожали деревья. В этом году они вновь активизировались. Правоохранителям понадобилось несколько месяцев, чтобы найти виновных. Шестой микрорайон Орска. Тяжелая техника, рабочие, сотни метров чугунного коллектора. Четвертый год подряд огромные трубы увозят в неизвестном направлении. К примеру, в 2016-м злоумышленники оставляют после себя зловонную лужу и ручьи сточных вод. Канализация оказалась действующей. Прокуратура проводит проверку. По указанному факту прокуратуры района с привлечением заинтересованных правоохранительных органов была организована выездная проверка, в ходе которой было установлено, что на указанном участке производился демонтаж канализационного коллектора. В настоящий момент никому не принадлежащему, а также на земельном участке была произведена незаконная рубка зеленых насаждений в количестве 19 деревьев. В этом году удалось найти похитителей. Им оказался индивидуальный предприниматель. Возбуждено уголовное дело. Расследование взяла под контроль прокуратура. Проблема получила широкий общественный резонанс. Напомним, коллектор не числится в перечне муниципальной собственности. Приятная новость ждет орских спортсменов. Стадион «Локомотив» реконструирует. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Орска Василий Казупица. Напомним, в прошлом году здание признали аварийным. Стадион закрыли. Десятки жалоб и обращений. Орским спортсменам необходим стадион. Сейчас они занимаются на других базах города. Городской администрации планируют полную реконструкцию территории «Локомотива». Практически решается вопрос, что в следующем году будет строиться новый бытовой комплекс, который там есть два зала у нас. Зал волейбольный или теннисный зал и борьбы, раздевалки, душевые. Будет улучшена, не улучшена, а коробка построена новая. Напомним, в прошлом году «Локомотив» прекратил свою работу. Причина – аварийное состояние кровли. В здании протекала крыша. Детям опасно здесь находиться. О состоянии стадионов областного центра расскажем в вечернем выпуске новостей. Материал готовится к эфиру. Больше века на службе Родине. Сегодня отмечается День пограничника. Праздник с размахом проходит по всей стране. От Камчатки до Калининграда. Оренбуржья также присоединилась к торжественным мероприятиям. Более двухсот ветеранов собралось сегодня на набережной. Откуда колонны они прошагали по советской. О службе оренбургских пограничников и с каким настроением праздник встречают в зеленой фуражке, расскажет Вячеслав Кампе. Пограничников бывших не бывает. Поговорка эта неспроста стала народной. Пройти торжественным строем собрались бойцы всех поколений. Праздничная колонна проследовала от памятника Чкалову на набережной до мемориала «Салют Победа». Пограничники – один из древнейших родов войск. Появились они примерно тогда, когда у государств сформировались четкие границы. С тех пор они всегда на передовой. Праздник в честь пограничников отмечается уже более ста лет. Ветеран службы Георгий Каширин на защите рубежей стоял три года. За это время успел побывать на границе с Афганистаном и Китаем. Китайцев ловили. Они специально переходили к нам сюда. Их задержим. Они на заставе в бане поночуют. А утром встают, лошадей куем, а старые подковы складываем. И вот они ходят, значит, у начальника застава просят, дай подкову. Их же с металлом плохо было. Сегодня зеленые береты и фуражки заполонили улицы областного центра. В праздничных мероприятиях принимают участие несколько сотен ветеранов. Горожане снимают торжественную колонну на мобильные телефоны. Многие пограничники пришли на праздник со своими детьми. Зеленая фуражка, она одна. И вот я уже 26 лет, 27 ее храню. А некоторые и больше. А это мой сын. Хочу стать генералом пограничных войск. Во главе колонны ретроавтомобили. На таких машинах встречали врага бойцы во времена Великой Отечественной войны. Важность пограничной службы отметили и в правительстве области. Сегодня хотелось бы поздравить и действующих пограничников, которые несут службу и в Оренбурже, и за ее пределами. Поздравить ветеранов, пограничников, пожелать им здоровья. В завершении торжественной части – минута молчания. В память тех, кто так и не вернулся домой с полей сражений. А после пограничники возложили цветы к вечному огню. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня. Сейчас вас ждет блок коммерческой информации. Продолжим сразу после него. Оставайтесь с нами. Вот о чем расскажем далее. Улица Уральская закрыта на месяц. Что будет с одной из самых проблемных дорог Оренбурга. И снова победа. Оренбургские теннисисты – серебряные призеры чемпионата России. Вы смотрите новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурге вырос средний размер взяток. В прокуратуре Оренбургской области озвучили неутешительную статистику по коррупционным преступлениям в регионе. По данным надзорного ведомства, возросло не только количество подобных правонарушений, значительно увеличились суммы предлагаемых и полученных взяток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вымогать взятки стали реже. А вот предлагать чаще, говорят в прокуратуре. В этом году общая сумма составляет без малого 5 миллионов рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2018-го эта цифра была меньше в два раза. Специалисты посчитали, средняя сумма получения взятки составляет 214 тысяч рублей. Дают же в разы больше. Наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано на территории Оренбурга, Орска, Новотроицка и Бузулука. На взятки соглашаются работники таких сверхжизнедеятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ здравоохранения, образования и осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Дороги Оренбуржья. Безопасность, качество и ответственность – это тема очередного выпуска программы «Экономический клуб». На этот раз в студии ОРТ обсуждались актуальные вопросы дорожной сферы региона. Почему в России дороги менее долговечны, чем в Европе и требуют капитального ремонта каждые 12 лет, в то время как в Германии масштабные работы на дорожной сети происходят раз в 30 лет? Почему дороги Оренбуржья так часто приходят в негодность? Каковы требования к ремонту автомагистралей? Кто отвечает за качество покрытия? И почему в ГИБДД причиной каждого третьего дорожно-транспортного происшествия в стране считают именно состояние дорожной сети? Проектную документацию мы не смотрели и не проверяли. И наше мнение по выбору той или иной улицы не спрашивали, где устроить, допустим, перенести остановку или пешеходный переход, также могли бы участвовать в этом общественники. Вместо того, чтобы по гарантии заставить предыдущего подрядчика устранить все замечания, администрация города, а именно управление строительством и дорожного хозяйства, заключает новый контракт, тратя новые денежные средства. В данном случае прокуратурой города Оренбурга собран материал проверки в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса по халатности и направлен в Следственный комитет, где на сегодняшний день находятся на проверке. Гости эфира – представители Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, прокуратуры и эксперты Общероссийского народного фронта. В студии ОРТ попытаются разобраться, почему так часто подрядчики делают работу над ошибками, а гарантийные дороги раньше срока выходят из строя. Оренбургская и Ортская агломерация. Что уже сделано и что еще предстоит сделать? Обо всем этом смотрите в эфире ОРТ в понедельник, 3 июня в 19.30. Приступили к капитальному ремонту. На улице Уральска и Оренбурга стартовала масштабная реконструкция. Одна из самых проблемных. Магистрали областного центра должна преобразиться. Сегодня рабочие подрядные организации приступили к демонтажу бордюрного камня. За лето дорожники проведут реконструкцию полотна от улицы Чкалова до нового жилого комплекса Дубки. Работы продлятся до конца осени. На обновление дороги планируют потратить порядка 200 миллионов рублей. Работа проводится в рамках программы «Жилье». Дорожное полотно станет выше. Для этого будет установлена подпорная стена. Обустроят и широкие тротуары для пешеходов. Но прежде придется перенести коммуникации. Это и канализация, водопровод, освещение и газ. Развивающийся район, то есть в сторону поймы реки Урал планируется также ввести дополнительные коммуникации. Дополнительное жилье будет строиться. Ну и как бы по благоустройству город нужно развивать. Необходимы новые дороги. Длина участка 1400 метров. Дальше до уже разветвления на лагеря будет производиться замена верхнего слоя асфальтно-бетонного покрытия. Для удобства жителей нового микрорайона подготовят временную объездную дорогу. Что касается зеленых насаждений, то их количество здесь заметно уменьшится. Порубочный билет выдан на 220 деревьев. В администрации города заверяют, этот урон будет компенсирован. После ремонта здесь высадят новые деревья. Наш телеканал продолжает знакомить вас с культурой многонационального Оренбуржья. На этот раз съемочная группа ОРТ отправилась в Илегский район. Село Кардаилово основано потомками украинских казаков ровно 200 лет назад. Но и сегодня там живы традиции предков. Без чего невозможно представить украинский стол. И какие песни передаются из поколения в поколение. Впечатлениями готов поделиться наш корреспондент Вячеслав Кампе. Зеленый борщ, сало и вареники. Эти блюда обязательно на украинском столе. Все женщины семьи Стативкиных – мастера национальной кухни. Готовить они умеют с детства. Ведь издревле. А хозяйки судили по тому, как она встречает гостей. За одним столом больше 30 человек. Пять поколений собираются вместе на все праздники. Любовь и добродушное отношение к ближнему – это тоже часть национальной культуры. Веселимся, радуемся солнцу, яркому небу. Собираемся все вместе и счастливы от того, что мы все рядом. Стативкины – потомки казаков. Их предки переселились в Илегский район около 200 лет назад. Народные традиции здесь бережно передаются из поколения в поколение. Бабушки обучают своих внучек народным песням. В каждой песне целая история. О любви и преодолениях, о войне и утратах. В народных мелодиях вспоминают подвиги предков. В селе Кардаилово Илегского района сразу 16 творческих и любительских объединений. Один из них – фольклорный ансамбль «Ажина». В переводе с украинского – ежевика. Участники коллективов исполняют народные казачьи песни, которым более 100 лет. Некоторые из них возрождают по воспоминаниям старожил села. Казаков помянем братья, срубанных в бою. А врагов своих заглядных бросим ораньем. Без прошлого нет будущего. Если мы потеряем эту нить и связь поколений, а мы ее теряем, в больших, если взять, масштабах. Потому что мне кажется, что сейчас все современное, все новое мы все на ура воспринимаем. А вот именно что-то старое поднять – это не потерять. В селе Кардаилово работает единственный в Оренбургской области дом-музей казачьего быта. В нем представлены подлинные исторические экспонаты. Например, это кровать начала 20 века. В Первую мировую войну на таких спали офицеры российской армии. И таких раритетов в доме несколько десятков. Я считаю так, что человек, который пришел в мой музей, должен отсюда выйти немножечко другим. Вот цели и задачи музея. Отдельная гордость музея – коллекция глиняных статуэток. Каждая – ручной работы. Делает их заведующий музеем Валерий Бешенцев. Кардаиловскую игрушку знают во всей России. Она есть в коллекции Хромитажа в Санкт-Петербурге, а также во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Многонациональность – одна из главных ценностей Оренбуржья. Благодаря таким селам сохраняется культура каждого народа. Вячеслав Камп и Владислав Горбунов. Семен Воробьев. Новости дня. А сейчас к другим темам. Летние каникулы стартовали. И особенно остро стоит вопрос о детской занятости. Авторы ОРТ продолжают рассказывать о возможностях дополнительного образования Оренбуржья. И на этот раз в объективы наших видеокамер попали ведущие детские театры. Более 60 коллективов работают в школах, колледжах и техникумах нашего региона. О маленьких шагах на большую сцену смотрите далее. Зажигательный хип-хоп в исполнении «Щелкунчика». Этот коллектив хорошо знаком не только в России, но и за рубежом. Италия, Болгария, Финляндия, Латвия. Они объездили почти всю Европу. За плечами маленьких артистов более 300 наград. Одни из последних – две золотые медали в Берлине на международном фестивале солиста Большого театра Владимира Васильева. Именно вот такие конкурсы, такие фестивали, которые делают профессионалы, они очень важны. Потому что именно там такая высокая культура. Отношение к делу, это четко по времени, это все должно быть такая тишина за кулисами. Своя аллея славы есть и у Орского театра Кукляндия. Около полусотни детей от 8 до 18 лет. В действующем репертуаре 10 спектаклей и почти два десятка театрализованных программ. Педагоги вместе с детьми анализируют каждое произведение, подбирают музыку и работают над образами. Допустим, редиско я играла вчера. Я попробую вжить свою роль, пройтись у себя дома в комнате, попробовать, как это. Ощутить себя редиско попробую. В 2014 коллектив получил звание образцового. Таких всего шесть по всему Оренбуржью. Один из них из Адамовского района. Театр Петрушка в этом году получил сразу четыре награды на областном фестивале мир сказочных чудес. Одна из них за лучшую режиссуру. Рауза Журавлева работает с детьми уже почти 20 лет. Сегодня в ее коллективе около полусотни человек. Мир искусства им помогают открыть куклы. Куклы, они как, это добро и зло, это различные персонажи. Куклы взаимодействуют с собой, разговаривают. Так же, как и дети. Ребенок иногда, допустим, замкнутый, он не может доверить кому-то свои секреты, а куклям всегда расскажет. Подробнее о том, как театр помогает детям раскрыть все грани своего таланта, смотрите в программе «Планета творчества» уже сегодня на телеканале ОРТ, а также на нашем официальном сайте media56.ru. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня. Теперь к новостям спорта. Оренбургский клуб «Факел Газпром» стал серебряным призером чемпионата России по настольному теннису. В финале наша команда в напряженной борьбе уступила Екатеринбургскому УГМК. Подробности у Анатолия Юденича. Соревнование суперфинала принимает Санкт-Петербург, где собираются 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата российской премьер-лиги. И вновь, как и все последние годы, в матчах за золото встречаются сильнейшие, самые принципиальные соперники «Факел Газпром» и УГМК. В прошлом году наши сильнее и завоевывают титул. А в этом сезоне в гладком розыгрыше оренбуржцы дважды берут верх. Две недели назад эти же клубы разыграют финал Евролиги и вновь «Факел» одерживает две победы со счетом 3-2. Ну а сейчас в Питере все звезды сходятся для УГМК. Самая главная неудача – вся наша команда подхватывает какую-то инфекцию. Фрайта стравмирован, все остальные вынуждены играть с температурой. А в матчах такого уровня да против такого соперника нужно быть готовым на все 100%. В первой финале встречи УГМК побеждает 3-1. Самсонов в невероятной по накалу борьбе на тайбрейке уступают лидеру сборной России Шибаеву. Овчаров сравнивает счет, сухую даже с простудой, обыграв Гачину. Но затем два микроматча остаются за екатеринбуржцами. На следующий день при счете 1-1 судьба золота оказывается в руках молодого игрока «Факела» и «Вонина». Проигрывать нельзя, а в соперниках победители призер чемпионатов Европы – Грот. Датчанин берет два первых сета. 20-летний оренбуржец не сдается. Он выигрывает третью партию, ведет к четвертой – 9-7. Но, увы, не удерживает преимущества. 10-11. У ГМК получает необходимое для общего успеха второе очко. И хотя следом Овчаров с Самсоновым выигрывает свои встречи и матч 3-2. По сумме очков оказывается 5-4 в пользу екатеринбуржцев. У «Факела» восьмикратного чемпиона России на сей раз серебро. И не будем забывать еще пятый кубок европейских чемпионов. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. Вопросы экологии, образования, национальной идеи. Всероссийская политическая партия России готовится к предварительному голосованию. О будущем Оренбурже говорили кандидаты на должность губернатора области. Татьяна Машковская, Денис Паслер, Роман Цуканов. Кандидаты, из которых члены партии будут выбирать самого достойного. На встрече они открыто говорили о проблемах территории. Повышение уровня жизни населения – общая задача всех программ кандидатов. Татьяна Машковская считает, что это стоит начать с образования и патриотического воспитания. Если отец патриот, то сын непременно будет патриотом. Вот это направление для меня является очень главным. Городская среда образования. Всего 18 партийных проектов. Три из них региональные. На их основе кандидаты представили свои программы развития области. Все они направлены на улучшение качества жизни людей. Но без открытого диалога нет результата, уверен Роман Цуканов. Сейчас крайне важно наладить эффективный механизм обратной связи. Сверять наши шаги с интересами людей. Делать все, чтобы они были непосредственными участниками наших партийных проектов. Статус учителя, кадровый вопрос здравоохранения, уровень культуры в селе. Пункты всех программ в рамках встречи кандидаты ответили на вопросы единороссов. Один из первых – экология, в частности, загрязнение окружающей среды в Сакмарском районе. Мы договорились, что мы в течение месяца, во-первых, разработаем схему установки систем наблюдения за экологическим состоянием. И если к нам присоединятся нефтяные и промышленные компании, это здорово. Нет, мы, конечно же, выделим деньги сами. 750 секретарей-первичек из 18 местных отделений партии. Завершится предварительное голосование 1 июня на 29-й региональной конференции партии. Делегаты конференции тайным голосованием определят кандидата на должность губернатора Оренбургской области от партии «Единая Россия». Выборы главы региона назначены на сентябрь 2019 года. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. Такими событиями запомнится этот вторник. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь с новой РТ и будьте в курсе событий. До свидания. Суперстрой. Хорошо, когда все под рукой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова